Девчонки, всем привет! Добро пожаловать в новое видео! Сегодня мы с вами будем краситься и делать вот этот очень простой летний легкий макияж. Будут некоторые новинки, которые я вам еще не показывала, поэтому надеюсь, что видео вам будет полезным, конечно же, интересным. Перед тем, как вы увидите мое до, нам сначала нужно узнать победителя предыдущего розыгрыша сертификата золотое яблоко на 1000 рублей, который я разыгрываю каждое воскресенье в своих роликах. Сейчас вы увидите его на экране. Я вас поздравляю! Напишите мне, пожалуйста, на электронную почту, чтобы забрать свой подарок. А для того, чтобы принять участие, нужно выполнить всего лишь три простых условия. Это подписаться на канал, написать комментарий и, конечно же, поставить лайк за мои старания. Буду вас, как всегда, ждать в комментариях, а теперь будем начинать. Поехали! На этапе ухода за лицом я останавливаться сегодня не буду, потому что вы и так сами знаете, что этап ухода это очень важная составляющая красивого макияжа, который продержится на протяжении дня в классном, прям изумительном виде. Это тоже очень важно. Не только качество самой косметики декоративной, но и то, как вы подготавливаете кожу к макияжу, даже если он самый минималистичный. Единственное, сегодня из не такого ежедневного ухода я делала пилинг-скатку и делала увлажняющую маску. Об этом я с вами поделилась в телеграм-канале, так что присоединяйтесь к моим соцсетям. Там я делюсь не только своими такими покупками здесь и сейчас, но и какими-то моментами из жизни. Присоединяйтесь, я вам буду всем очень рада. А теперь переходим к самому макияжу. Первое, из чего я начну, это контилер. Он будет легкий, увлажняющий, слегка перекрывающий, потому что все-таки хочется, чтобы макияж был максимально легкий. Контилер от Сергея Наумова, увлажняющий, со светоотражающими частичками. Я вам уже неоднократно о нем рассказывала, показывала. Оттенок у меня Х28, очень хорошо подходит. Сейчас он немножко зафиксируется. Здесь я уже не буду его наносить, потому что я не хочу заносить тональное средство очень близко в зону под глазами. Начну пальчиком растушевывать. Он слегка перекроет и тонкую кожу, и текстуру. В общем, как раз то, что нужно. Слегка перекрыть, не утяжелить, не подсушить, а слегка улучшить. Вот то, что нужно. И уже повеселее. Если есть какие-то высыпания, конечно, нужно их немножко обработать консилером чуть более плотным. Но у меня тональный крем, который я буду использовать, с этим всем очень хорошо справится. В качестве основы, которая будет выравнивать мне тон кожи, я выбрала Кушен от Миша. Очень хочется сказать Кушен, конечно, потому что как-то почему-то ложится легче и проще воспринимается. Но это неправильно все-таки, поэтому Кушен. Я выбирала из нескольких брендов и все-таки остановилась на Миша. Мне очень нравится текстура, мне очень нравится то, что здесь есть SPF 50, PA с тремя плюсиками на лето. Это просто супер. Даже можно не наносить SPF отдельно, просто потом обновлять в течение дня. У меня оттенок 23. Как я уже говорила, его можно наносить в качестве консилера под глазами. Но все-таки он такой достаточно плотненький и мне не хотелось вот эту плотность давать под глазами. Сам по себе Кушен это очень удобный формат тонального средства. Он поместится в любую сумочку, даже в самую маленькую. Можно поправлять макияж в течение дня, потому что есть вот такой вот спонжик. Всегда идет в комплекте. И все-таки это средство очень экономичное. Несмотря на то, что здесь 15 грамм, нужно совсем немножко средства, потому что все-таки вот этот спонжик, он работает не как привычный нам спонж. Он не впитывает в себя. Да, конечно, есть какая-то часть средства, которая впитывается, но все же основная его задача распределить. То есть он работает как лопатка, вместо наших пальчиков. Поэтому нужно набирать средства немного. Вот видите, я еле-еле притронулась, а здесь уже вот такой вот отпечаток. Довольно-таки получается плотный слой, поэтому я и говорю, что нужно совсем чуть-чуть средства наносить, распределить. Вот, смотрите, как сразу перекрыта на носике вся краснота, капиллярчики, сейчас высыпание. Эта тональная основа очень стойкая, я ее уже протестировала. Я даже ходила с ней на тренировку. Утром я сделала макияж с Кюшином. Целый день я проходила с макияжем и вечером. С 9 до 11 у меня была интенсивная тренировка. Все хорошо продержалось, и я выглядела нормально, ничего не скаталось, ничего нигде не смазалось. Понятно, что все-таки качество утреннего макияжа отличалось от уже позднего, вечернего. Но все-таки с 9 утра до 11 вечера в таком активном рабочем темпе это очень хороший показатель стойкости тонального средства. Распределяется легко, вы нанести его можете вообще где угодно, как угодно. И даже, мне кажется, без зеркала можно справиться. А, кстати, здесь зеркало есть, поэтому это тоже удобно. Я использовала совсем капелюшечку средства, а тон кожи уже, вот, пожалуйста, чистый холст. Я надеюсь, камера это все показывает, если вдруг что. В телеграме тоже я делала постфотографии. Половинка лица с этим Кюшином, половинка без ничего. Там можно наглядно тоже посмотреть. В общем, я думаю, вы поняли, что это средство мне очень понравилось. И более того, еще SPF, это просто идеально. Дальше на очереди уже ждет бронзер. Я недавно делала подборку бюджетных бронзеров. И у меня еще один появился новинка, но уже не такой бюджетный. Это бренд Nudge O'Leary. Я надеюсь, я правильно прочитала. Красивое оформление, красивая увесистая упаковка. И посмотрите, какое оформление здесь внутри. Просто шикарно. Здесь два оттенка, бронзер. И идет еще вкрапление вот этого в форме бантика, перевязанного такого подарочка. Персиковый оттенок румян. Здесь тоже можно варьировать оттенок, делать акцент больше на румянах, делать акцент больше на бронзере. Да и в принципе, что я могу сказать, многие не понимают, зачем нужен бронзер. Если, допустим, со скульптором все понятно, нужно подчеркнуть скулы, то с бронзером не все понимают, зачем он нужен. Дело в том, что, вот смотрите, как красиво отпечатывается бантик. Вот, ну, я разбиваю это все вместе. И сначала наношу на щечки, а потом уже растушевываю. Так вот, мало того, что мы умываем лицо интенсивно два раза в день, мы наносим уход, иногда какие-то осветляющие сыворотки, эссенции. Все, мы хотим эту пигментацию убрать, какие-то несовершенства. И тем самым мы тоже выбеливаем себе лицо. И если его не бронзировать, то получается у нас такой немножко диссонанс. И чтобы добавить гармонии образу в целом, нужно слегка попользоваться румянами. И так будет образ более гармоничным. Эти румянка очень симпатичные, мне так понравились. Этот бантик просто очень мило смотрится. И я, честно вам скажу, купила из-за этого бантика. Ну и, по правде говоря, по отзывам тоже читала, что неплохой бронзер. И так оно и есть. Бронзер хорошенький, очень мягенький, тушуется красиво. Если захочется в конце добавить чуть больше румян, можно просто набрать сверху румяшек и еще пройтись. И вот этот персиковый оттенок летом, он тоже хорошо и выигрышно будет смотреться. И гармонично, самое главное. И еще я добавлю сразу на глаза. В принципе, я румяна добавляю всегда на глаза для того, чтобы сделать вот этот баланс такой в макияже. И еще очень красиво летом смотрится ягодный оттенок румян. Но это когда уже такое, знаете, очень загорелое тело, очень загорелое лицо, прям такая смуглая девчонка только что с отпуска. Тогда ягодный такой насыщенный оттенок смотрится тоже потрясающе просто красиво. Не знаю, как вы, но я брови всегда подчеркиваю и летом, и зимой. Кто-то делает акцент на губы, кто-то любит делать акцент на глаза. Да, я люблю делать всегда подчеркнутые брови, потому что брови, они такая, знаете, как рамочка. Ну, конечно, здесь тоже не стоит перебарщивать. Я так и дальше использую карандаш от RAD. Безумно мне нравится этот такой серовато-коричневый оттенок. Он очень спокойный. Я обычно добавляю хвостик, потому что здесь у меня такие пробелы есть. Подчеркиваю нижнюю часть, а от нее зарисовываю штриховыми движениями вверх. И все растушевываю. Это весь мой макияж бровей. На этом я и заканчиваю. И еще особенно летом хочется зафиксировать волоски. Просто чтобы они лежали в правильном направлении и никуда не укатывали. Я очень люблю гель для бровей от Influence. Но я не могу его найти. Я не знаю, где он у меня лежит. 100% где-то лежит на самом видном месте, а я его не вижу. Смотрю на него и не вижу. Поэтому взяла вот этот Pussy. Но по правде говоря, Influence мне нравится намного больше. Все-таки здесь ограничитель срабатывает не очень хорошо. Но я видела, вроде они как выпустили с розовой крышечкой новинку. И там вроде они его поправили. Ну не знаю. Если поправили, то молодцы. Дальше переходим к глазам. И в прошлом видео про летнюю косметичку я вам показала очень красивые дуохромные тени от Love Generation. Это всегда будет очень красивый и выигрышный макияж глаз. А сегодня я вспомнила про вот этот пигмент от бренда Eco Make солнечный янтарь. Персиковый оттенок с отливом розового золота. Я подумала, что в сегодняшнем макияже он будет выглядеть очень красиво и гармонично. Но честно, я не помню, как его наносить. Поэтому попробую пальчиком. Совсем слегка. Я не буду его как-то там растягивать. Просто хочется добавить небольшого сияния на неподвижное веко. Чтобы оно было, знаете, в таком золотом, бронзовом, красивом, мягком оттенке. Вот, пожалуйста, красиво, мягенько ложатся. Это минеральные тени. И именно вот этот оттенок летний тоже будет очень гармонично смотреться. Они хорошо держатся на веке, но на всякий случай я добавила базу от Luxe Visage. Посмотрите, красивое такое, мягкое, золотое свечение. Мне кажется, супер. На ресницах мне хочется максимально натурального эффекта. Я взяла тушь от Darling Lush Coconut. Я уже неоднократно вам ее показывала и рассказывала о ней. И рекомендовала. Я сегодня взяла в 0,2 оттенке, в коричневом. Я не хочу сегодня прокрашивать ресницы. И не хочу делать, конечно, межресничку. Потому что хочется, чтобы был такой легкий макияж, воздушный. Но все-таки, чтобы глаза были более такие очерченные. Вот эту тушь я хочу занести вдоль ресничного ряда. Щеточкой пройтись максимально близко к ресничному ряду. И сделать более интенсивным. Вот. Мне кажется, разница ощутима. Правда? Если не разговаривать, такой макияж занимает просто минимальное количество времени. Очень быстро. Но в то же время мы подчеркиваем всю естественную красоту. Многие рекомендуют на лето термотуши. Но я вам здесь хочу сказать так. Это очень здорово. Но все же, на моем опыте, в море она смывается. Если вы вдруг хотите взять ее на море или в бассейн, она все же таки смывается. Потому что если вы будете под солнечными лучами, тушь нагревается, вы входите в воду и она смывается. Хорошо, когда она смывается чулочками, как эта. А есть ведь некоторые термотуши, которые смываются комочками. Поэтому вы будете выглядеть вообще не так, как вы себе представляете. Все же такой момент с температурой воздуха нужно учитывать. Потому что лето лету рознь. И кто-то живет в жарком климате, кто-то в не очень жарком. Поэтому здесь тоже нужно все это учитывать. А для губ у меня сегодня будет помада от L'Oreal Color Rich в 173 оттенке. Это нюдовый, красивый, очень мягенький оттенок. И для этой помады я выбрала карандаш Miss Tice 780. В принципе, у нее достаточно хорошая пигментация. Ее наносить можно и без карандаша. У меня, к сожалению, контур губ не очень четкий. Поэтому окантовочку вот эту мне все-таки хочется немножко сделать. И помаду я буду наносить не полностью на все губы, а слегка на центр и пальчиком. Она очень красивая, бархатистая. И выглядит на губах очень естественно. Вот такой, девчонки, у меня сегодня макияж получился. Надеюсь, что вы немножко вдохновились на утренний макияж. Взяли для себя что-то полезное, интересное, хорошо провели время. Буду очень вас ждать в комментариях, вашу обратную связь. И, конечно же, буду ждать вас в следующих роликах. Поэтому не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы вам пришло уведомление о моем новом видео. А если видео вам понравилось, конечно же, не поленитесь и поставьте лайк, потому что это ваше спасибо за мои старания. Всем желаю хорошего дня и пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok